Всем привет! Пришла вот такая огромная посылка из Китая, и я хотел бы подозревать, что это где-то с Алиэкспресса что-то заказано, но нет. Красноречиво говорит наклейка GearBest о том, что данная посылка пришла с GearBest. Вот так вот спрячу все адреса, все данные. Вот такая вот наклеечка. Впервые, впервые мне на посылке прямо печатают клеймо GearBest, и это действительно интересно и круто. Давайте распакуем, потому что там должно быть много всего интересного, много всяких ништяков. Посылка огромная, вся в кадр не помещается, поэтому буду вот так вот кусочками ее всю вскрывать потихонечку. Опа! Сразу скажу, по упаковке она крайне годная, крайне достойная. Посмотрите, какая огромная толстая картонная упаковка. И здесь, как вы могли бы заметить, море всяких ништяков, ребят. Давайте начнем по порядку. На некоторые из них будут отдельно обзоры. Так, это у нас новая ручка от Xiaomi. Откладываем в сторону. То есть, что будет сегодня в видео? Дальше. Здесь у нас Acro. Это у нас тоже девайс от Xiaomi. Какой-то для умного дома. Датчик, по-моему, датчик чего-то. Как вы знаете, у меня есть умный дом от Xiaomi. Не знаю, на обзор я как-то не созрел еще пока что. Но в процессе, возможно, когда-то что-то запишу и сделаю. Идем дальше. Здесь у нас идет все для умного дома. Тоже комплект датчиков, все остальное. И, кстати, это все у нас идет уже обновленное. То есть, здесь у нас используется новый вид кнопки удаленной. Новый вид датчиков. Все покажу, все сравню. Два вида датчиков у нас на разрыв. И, собственно, сам гейтвей тоже обновленный. Но гейтвей тоже в меру обновленный. Потому что у них вышло обновление, я не помню, там полгода или год назад. И с тех пор они его, по-моему, не обновляли. Вот так вот он выглядит. Здесь должен быть обязательно логотип MiG, не Xiaomi. То есть, это уже обновленный. Значит, у вас все будет поддерживаться. Самое современное. Все самые современные датчики. Об умном доме я не знаю. Я, наверное, не буду снимать видос. Но пока я, во всяком случае, на это не созрел. Может быть, когда-то вы увидите этот обзор и все остальное. Но пока у меня нет желания. Дальше. Здесь у нас вот такой вот новый рюкзак от Xiaomi. Огромный просто рюкзачище. Сегодня уже буду его тестировать. И, скажу вам честно, этот рюкзачок покупался для одного очень интересного девайса, о котором вы увидите видос сегодня. Этот девайс от компании Apple. Скажем так, ноутбук. Вот так вот выглядит рюкзак. Очень красивый. В таком классическом английском стиле. Даже, я бы сказал, ирландском. То есть, и сам материал, и раскрас. В общем, посмотрим поближе на него чуть попозже. Дальше у нас идет вот такой вот браслет от компании Amazfit. Как вы знаете, это дочерняя компания Xiaomi или там компания партнера. Ну, в общем, об этом тоже чуть попозже расскажу. И еще у нас здесь есть еще у нас вот такая вот штуковина, которая у меня уже была. Но эту штуковину я уже купил не себе, а эта штуковина пойдет на продажу. Это у нас передатчик Bluetooth. То есть, вы можете любой смартфон, вернее, любые наушники сделать Bluetooth. Для этого подключайте их сюда и, в общем-то, пользуйтесь, подсоединяя смартфон именно к этой штуковине. Начнем с самого первого. Это ручка. Как вы знаете, у меня есть первое поколение данной ручки. Оно сделано из специального пластика, из специального материала даже, который, собственно говоря, очень приятный. Сама ручка крайне достойная. Я ею пользуюсь практически каждый день. Не скажу, что каждый день. Также у меня есть комплект запасных чернил для ручки. И вот Xiaomi решила выпендриться и сделать более крутую ручку. Чуть-чуть подороже, но уже из премиальных металлических материалов. И вот как она выглядит, собственно говоря. Она, в принципе, по ощущениям такая же тяжелая. Хотя, может быть, даже еще тяжелее, чем та ручка. Посмотрим, как она открывается. Достаточно хорошо. Единственное, что мне не нравится, это вот этот люфт. Вот видите? То есть, она вот так вот крутится. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, нужно пасту как-то там подкрутить. В общем, есть вот такой вот люфтец. Он не сильный, но хотелось бы, чтобы в таком положении, в закрытом, она как бы была, ну, не знаю, может, я слишком сильно придираюсь. Но, на самом деле, ручка крайне достойно выглядит. И я думаю, что она ничуть не хуже пишет, чем та, которая у меня сейчас есть, белоснежная. Также есть в золотистом цвете. Ссылку на эту ручку я оставлю на GearBest, на Алиэкспрессе. Посмотрите, где дешевле. И, в общем-то, будете покупать. Но так как по ссылке пришел GearBest, то вы сами понимаете, что, скорее всего, почти все дешевле купить именно там. Умный дом распаковывать не буду, потому что вы уже видели его на распаковке. Кто не видел, можете посмотреть. Там ничего такого прям сверхъестественного. Так, собственно говоря, MS Fit. Это такая штуковина, которая, скажем так, позволит вам, если вы владелец, как и я, Mi Band 2, позволит вам немножко разнообразить ваш досуг, немножко поменять представление о Mi Band, о смарт-браслетах. Потому что эта штука, она чуть более прогрессивная, чуть более интересная. Но это все-таки не Mi Band 3. То есть не стоит думать, что это какое-то новое поколение Mi Band. Это просто отдельный девайс вместе с сотрудничеством с другой компанией. Как она вскрывается? А, здесь у нас есть язычок. Ну, я совсем деревня, конечно. Поддеваем язычок, все по красоте достается. Ух, как выглядит. Ну, все, конечно, сделано премиально. Уже есть застежка, как на часах. То есть это устройство должно быть более интересным, более премиальным. И, скорее всего, этот девайс я оставлю себе. Mi Band 2, скорее всего, продам. И, наверное, вот эту штуковину я буду беречь уже. Потому что она выглядит очень круто. И не хочется ее как-то поломать, испортить. Здесь должна быть у нас зарядка. Точнее, специализированный кабель. Давайте посмотрим, как он выглядит. Сразу по кабелю скажу, он намного длиннее, чем кабель, который идет вместе с Mi Band. Он приятней на ощупь, он более эластичный. Ну, видно, все более премиальное. И сам девайс этот стоит, конечно, чуть дороже, чем Mi Band. По заряднику здесь у нас логотип MS Fit. И контакты медные, и они подпружиненные. То есть, в принципе, этот девайс гораздо более технологически сложный, чем обычная контактная площадка, которая используется в Mi Band 2. Дальше у нас есть уже на английском инструкция полностью. То есть, это устройство, в отличие от Mi Band, позиционируется как устройство для внешних рынков. То есть, для Европы, для Америки. А, это просто пленка. Интересно. Экранчик достаточно яркий, но, как мне кажется, что яркость можно, наверное, увеличить. Потому что она меньше, чем у Mi Band. Ну-ка. Да, у Mi Band значительно выше яркость. Скорее всего, здесь ее можно настроить. Кто не знает, что вообще такое смарт-браслет, смарт-часы, посмотрите на моем канале обзор Mi Band и его возможности. Потому что после этого обзора многие мои знакомые, многие мои товарищи, друзья, здесь пустышка, захотели себе приобрести такой девайс. И, в общем-то, это успешно сделали. Что мне нравится по ремешку, сразу скажу, это то, что он уже имеет форму руки. То есть, когда вы будете его одевать, это будет удобно. Давайте попробуем это сделать одной рукой. Как видите, сразу у нас подается. Также по ремешку он достаточно большой. Имеет запас. Ну, в принципе, как и Mi Band. Mi Band тоже имеет запас. Как видите, тоже очень большой под совершенно разнообразные руки. Под большие, под маленькие. По внешнему виду. Ну, как видите, вот так вот они вместе выглядят. Этот ремешок второй, конечно, намного круче и презентабельнее выглядит. Я его не стал сильно затягивать. Ну, в общем, действительно круто выглядит. Погоняю с ним, посмотрю, что это за девайс. Сделаю даже сравнение с Mi Band. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Что же у нас здесь? Это специальный датчик. Я так подозреваю, он то ли на движение, то ли на свет. Честно говоря, сейчас не знаю. Сейчас посмотрим. Здесь инструкция должна быть в картинках. Датчик для умного дома. Он инсталируется у нас вот в таком вот положении, как можете заметить. Да, он реагирует на движение. И, в общем, по движению можно задать какую-то функцию на свой гейтвей. Например, что он начнет запись на камеру слежения или что-то другое. Или там отправит вам уведомления. Вот так вот он выглядит. Достаточно компактный. Там двухсторонний скотч упал. Здесь у нас светодиодик вот такой вот красивенький. Все это дело у нас активируется нажатием на данную кнопку. И здесь, собственно говоря, крепление, которое позволит регулировать положение данного датчика в пространстве. То есть, оно вот так вот выглядит. И вы можете в совершенно разных пределах задавать его положение. То есть, ну, сделано, конечно, круто. Ссылка также на него будет в описании. Кому интересно, можете перейти, посмотреть. Для тех, кто хочет обезопасить свое жилище, свой дом, там, не знаю, какое-то свое пространство, то вот такая штука будет более чем интересна. Ну и самое интересное для меня, это, конечно же, рюкзачок. Рюкзачок от компании Xiaomi, то есть, без каких-то посредников они делали. Здесь логотип Xiaomi везде. Выглядит крайне достойно. Выглядит очень хорошо. Здесь у нас специальная перфорация, чтобы спина не потела. На самом деле, камера картинку засветляет, но выглядит он более чем приятно. То есть, цвета не такие светлые, как в кадре сейчас. Вот обратите даже на руки. Сейчас вот так вот сделаем. О, вот так больше похоже на жизнь. Видите, черный цвет уже здесь появился. Логотип Xiaomi. Открываем, посмотрим сейчас внутреннее пространство, внутреннее убранство, скажем так. О, мой любимый цвет, ребята. Отдельно отсек у нас, скорее всего, под какие-то документы. Отдельно отсек. О, есть силикагель, я уж думал, не будет. Отдельно отсек под все остальное. А, сюда можно на двух положить. И больше отсеков никаких внутри нет. Есть также боковой кармашек. Достаточно глубокий. Есть наружный карман. Тоже он вот такого цвета, приятного. Здесь внутри тоже ничего больше нет. Просто наружный карман для документов, для денег, для всего остального. И здесь есть еще один боковой карман. Отличий у них никаких. То есть, два одинаковых боковых кармана. Собственно говоря, вот эта штука у нас никак не открепляется. Вот так вот она выглядит. Достаточно хорошее, интересное, красивое решение. Ну и давайте попробуем сюда вставить ноутбук. А, еще по ручке. Ручка тоже сделана качественно, из ткани. И посмотрите, какой это качественный материал. Просто парашютные какие-то стропы. Действительно достойное качество. Я пользуюсь рюкзаками Xiaomi очень давно. И у меня никогда не было проблем, что они там порвались. Или еще что-то произошло. Поэтому именно такой рюкзак был выбран для личного использования. Итак, берем 15-дюймовый макбук. И пробуем его сюда запихнуть. И как видите, он сюда залетает просто прекрасно. То есть, он действительно создан этот рюкзак для 15-дюймовых ноутбуков. Но опять же, от компании Apple. Если сюда вы попытаетесь воткнуть пятнашку у какого-то другого производителя, этот кармашек может не выдержать. И сюда еще куча всего интересного может поместиться. Вот такой вот рюкзак. Более чем интересный. Всем спасибо за просмотр. Если есть вопросы, пишите в комментариях. На каждый девайс, который мне показался из этих всех девайсов интересным, я сделаю отдельный обзор. Расскажу свое мнение, как это происходит всегда. Так что, кому интересно, подписывайтесь на канал. И обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там бывают очень много интересных новостей. Если вы еще не подписаны, я просто не понимаю, почему вы этого не сделали. Всем хорошего настроения. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok